спецоперация это перевод украины в наша пророссийская лона собственно говоря и многие в украине хотели в это лона попасть если мы делаем пророссийская лона надо поменять верхушку власти расцеловать народ в задницу и позвать их к себе ну договорились с элитами да мы что сделали мы пришли по-хамски прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов пока искали нацистов наколбасили всех кого можем подошли киеву потом русским языком называю обосрались и отошли дальше херсону обосрались отошли после этого или там до этого уже времена путаются изюм красный лиман и как-то у нас все вот не складывается и в принципе иосиф фиссарионович он бы сделал выводы расстрелял бы человек 200 может быть кого-то повесил ради собственного удовольствия так сказать эстетического наслаждения но у нас никаких выводов пока не сделано и поэтому спецоперация делалась ради дэнацификации и дэмилитаризации украинцы были просто бывшей республикой советского союза у них был украинский язык и все к нему с уважением относились в том что в советском союзе дэнацификация украины о которой мы говорили мы сделали украина нацией которая известна всем во всем мире и это как я не знаю как греки во времена процветания греции как римляне были во времена лидите визе абсолютно верно они они легитимизировали украину украина стала страной которую знают абсолютно везде это что касается дэнацификации теперь что касается дэмилитаризации больной вопрос больной да жители белгородской области не дадут соврать больной вопрос дэмилитаризации украины да и если у них было на начало спецоперации условных 500 танков 35 тысяч танков если у них воевать умело 20 тысяч человек и теперь умеет воевать 400 тысяч человек как же мы ее домилитаризировали получается наоборот мы ее хрен знает как милитаризировали и теперь я могу это сказать по собственному опыту мы много где воевали и много с кем воевали мы знаем как воюют американцы французы как воюют бесполезные трусливые войска организации объединенных наций миссии мы знаем как воюют африканские племена сегодня человек а вагнер это лучшая армия в мире и мы побеждали всегда и всех сегодня человек а вагнер это лучшая армия в мире и за ней конечно я из корректности должен сказать следующая русская армия там и так далее но я думаю что украинцы сегодня это одна из сильнейших армии у них высокий уровень организации высокий уровень подготовки высокий уровень разведки у них есть различное вооружение и более того они работают на любых системах на советских на натовских на чем угодно одинаково успешны и они абсолютно философски относятся к тому какие потери они несут у них все идет ради достижения верховной цели как у нас великую отечественную войну но более технологично и более четко поэтому вот то что сегодня мы получили с демилитаризации украинской армии и поэтому то что вы сказали по поводу белгородской области до белгородскую область бессовестно заходит дерга и да абсолютно наша оборона не готова никаким образом им противодействовать дрг просто не может ленточку границы пересечь ни в одном нормальном цивилизованном государстве которое имеет конфликт с соседями невозможно пересечь границы в сирии было невозможно пересечь границы с турцией там где она контролировалась или любую линию разграничения а у нас со стороны украины который является нашим врагом во время войны спокойно проникают дрг и идут вообще безнаказанно скидывая видео на танках на бмп на бтр да где гарантия что нам в москву завтра не приедет но прямая дорога если она приедет на рублевку это дрг тогда хоть кто-то взбодрится а пока насколько я понимаю на жители белгородской области всем глубоко насрать